Московского открытого фотоклуба, проект фотокниги, его идейный докладитель Виталий Зайцев, великолепный российский фотограф и пейзажист, и его коллега, директор проекта фотокниги Иван, к сожалению, фамилия не знает, что это значит. Чупинский, Адроличный. Представляю идею изначально. То есть несколько лет мы задумались о том, что не хватает у нас здесь качественного проекта, связанного с фотокнигой. Все, что тогда было, в общем-то, сейчас есть, не очень нас устраивало, и поэтому мы решили, а почему бы и нет. И когда задумались, какой принцип взять за основу организации редактора, то выбрали редактор, который располагается в сети, то есть онлайн-редактор, потому что все наши конкуренты, коллеги, они в основном предлагают редактор скачиваемый, устанавливаемый на компьютер, закрепляемый за компьютером, на который скачан редактор, и, собственно говоря, все делается на том компьютере, на который вы скачали редактор. Самый злостный наш конкурент – это Netprint, известный, самая большая компания, делает больше всех в России, давно этим занимается, так как и база у них фотографий онлайн, поэтому они к этой базе онлайн-фотографий перекрепили еще и проект фотокниги, но выбрали немножко другой способ. Значит, в чем отличие нашего способа? Помимо того, что сам редактор находится в сети, какое это дает преимущество? Вы можете работать с любого компьютера, как видите, мы сейчас здесь подключились, абсолютно не важно, с этого, с этого, лишь бы был выход в интернет, то есть вы заходите на свой аккаунт и делаете то, что вам надо, не важно откуда, где, на Мальдивах вы отдыхаете, или еще где-то работаете, это не имеет значения, то есть вся информация, которую вы сделали, каждый шаг, она остается, ничего, как говорится, не портится, вот, то есть надоело делать, запомнили последний шаг, вернулись к этому через день, через месяц, неважно когда, вот. Вот, ну, это, как бы, общее такое отличие, есть ли коренное отличие, такого, чего нет, собственно говоря, ни у кого. Над нашей фотокнигой, ну, в смысле, над вашей фотокнигой, вы можете работать не только, как бы, с любой точки, но еще и можете подключать любое количество людей. То есть, если вам нужно, например, чтобы в вашей книге кто-то покопался и чего-то там сделал, а вы ему доверяете это дело, вы ему даете доступ, и он вам туда может закачивать, ну, так, в зависимости от уровня доступа, он может туда закачивать, может просто посмотреть, то есть вы можете дать ссылку, и человек посмотрит то, что вы сделали, это вы можете любому человеку дать, ссылку разместите в любой соцсети, то есть на готовые изделия, то есть, допустим, вы работаете, делаете чей-то заказ, и вам нужно согласовать этот заказ с заказчиком. Вы ему дали ссылку, он посмотрел, сказал, так, пятый разворот убрать, на четвертом поменять фотографию, я там плохо получился, и так далее, и так далее. То есть, вы скорректировали, опять дали ему новую ссылку, он посмотрел, говорит, все, прекрасно, готов. Вот. Значит, уровень доступа, как я уже сказал, разные, вплоть до того, что вы можете дать возможность человеку купить вашу книгу. То есть, вы ее сделали, а купить может тому, кому вы дадите возможность такую. То есть, вы могли сделать заказ под конкретного заказчика, и он ее сам купил. То есть, сам заказал, сам заполнил, сам купил. Конечно, все вы можете сделать за него, и отправить ему, написав его адрес, а может, он сделал. Вот. Что там еще по уровню доступа я чему-то пропустил. Вот, в данный момент, вот эта вот книга была предоставлена нам, нашим клиентам, вот, некая Ксения Владимировна. Для того, чтобы мы там что-то поправили, что там нужно делать, вот, у меня до сих пор не заполнил эту книгу. Предоставил возможность редактировать все. То есть, эту книгу я мог только отредактировать. Я не мог ее удалить, там, заказать. Вот. Мог только отредактировать и написать ей, что все отлично, отредактировано, можете оформлять заказ и оплачивать. Вот. Сейчас я посмотрю какую-нибудь свою фотокнигу и покажу уровни доступа. Вот, скажем, моя книжка. Вот. Настройка. Доступ для других людей. Ну, например, сейчас сюда. Латиница. Ага. Соответственно, этот человек должен быть зарегистрирован. Чтобы человек, получающий доступ, не просмотровый, просмотровый не надо. Все. Любой другой доступ, он требует регистрации на сайте. То есть, того, кому вы даете. Ну, то есть, он должен дать свой e-mail, чтобы получить по нему пароль доступа. Ну, автомат. То есть, иначе машина не даст ему такую возможность. Первый уровень доступа, самый, это секретная ссылка. Если просмотровый. То есть, это просто ссылка на редактор. Ну, то есть, флеш должен работать, разумеется, у компьютера, чтобы просмотреть. То есть, на айпаде нельзя редактировать. Вот. Эта ссылка публичная. Не требует ни авторизации, ни пароль, ничего. То есть, можно публиковать где угодно. Вот, посмотрите, какую классную книгу я сделал. Или показать человеку книжку перед печатью. Он ничего не сможет сделать, не редактировать, не заказывать, ничего. Просто посмотреть сверстанные развороты. Вот. Теперь доступ для других людей. Вот, я добавил человека зарегистрированного. Могу дать ему возможность просто купить. Тогда тоже он ничего не может сделать, только может заказать его. Да. То есть, менять он ничего не может. Могу дать доступ на редактирование. Тогда помимо покупки, либо только на редактирование. Допустим, если я не хочу, чтобы человек эту книгу заказывал, то есть, уровень доступа несколько. То есть, их можно варьировать. Да. Либо создавать копии, распоряжаться ими. Это полный доступ к этой книге. Причем можно давать доступ, не давать доступ на редактирование, а дать просто копию. Если я хочу, что вот, возьми копию своей фотографии. И так делай, что хочешь. Делай, что хочешь, но мою не трогай. Вот. Но на словах это слова, но если мы дадим просто ему галочку создавать копию, он себе скопирует ее полностью, со всеми фотографиями сверстанными, и будет делать с ней что хочешь. Но моя копия останется у меня, моя фотография. И он в нее никаких изменений не принесет, не спрошит. То есть, вот эта функция, она уникальна. Это мы можем полностью следить. Такого мы никого не видим. В каком-то виде урезанном, недоделанном, но у нас вот такие уровни доступа, это действительно уникально для данной ситуации. А можно спросить, какую привод получит автор, если его периодически будут скачивать? Я молчал, молчал, но я пересвела. Значит, у нас есть еще четвертый уровень доступа, который пока отключен, но мы его сделали. В программном коде он существует, его можем подключить в любой момент. То есть, нам единственное, что осталось урегулировать отношения с законом, потому что здесь не все понятно именно в юридическом плане. На самом деле, у нас предусмотрен такой доступ, при котором вы можете назначить любую цену на книгу и предоставить возможность ее приобрести. Вот эта разница между той ценой, которая стоит у нас на сайте, на эту книгу, и той, которую вы назначите, хоть в 10 раз она будет больше, это как раз ваш гонорар. У вас это стоимость печати. Да, вот у нас стоимость печати, она есть там 100 рублей, вот эти 100 рублей так и будут, а вы ее сделали, поставили за тысячу. Заказчик оплатил тысячу, 900 рублей это ваше. Вот это вот у нас предусмотрено. Единственное, что... А это каким-то договором предусматривается? Это-то в этом все пока его уперлось. Пока мы не довели до конца именно юридическую часть, то есть электронная подпись, когда человек дает согласие, потому что здесь уже вступают авторские права и прочие, 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 особенно денежные отношения. Пока денежных отношений нет, это проще. А вот как только денежные отношения, налоги, кто платит, откуда платят, мы платим, вы платите. Вот мы когда доведем это до конца и дадим полностью все, где только останется галочки поставить, на что вы согласны, как согласны, как будет выплачиваться гонораром, кто платит, что платит, по чем вы подписываетесь. Функцию эту включим. Она существует, она проработана, она есть. Она просто не... ее пока спрятали. Ну, то есть, получается, в принципе, я могу в какой-то момент его включить, но потом, если мне не хочется, чтобы он больше скачал, я его могу отключить. Ну, сейчас ты можешь... Сейчас ты можешь... Скачивание-то происходит мгновенно, если... Помогался столько, несешь, и тебе завтра приношу. Все. Если вы... Не узнаешь... Нет, это вот я человеку давай предактировать, а потом раз я отключил. Да, мы поставили галочку «Редактировать». А потом решили, что хватит с него, обалывался. Пару дней до редактирования, потом... Да, и мы отключились. И на фактирование точно так же. Да, и он даже не сможет купить ее. Да, то есть мы отключили, он даже ее потеряет, он ее не видит. Ну, понятно. То есть если вы работаете с фотографией, которые сделали сами для заказчика, и как бы все авторское право у вас на эти фотографии, да, конечно, он не сможет их скачать как-то и по госцене, скажем, заказать себе на него. Да, даже ссылка, которая дается на просмотр, она в любой момент может вами быть изменена. И тот, кто ее получил когда-то, уже по ней не пройдет. Это вот эта вот ссылка, да? Да, вот она, секретная ссылка. Вот эта ссылка. Ее можно в любой момент поменять. Доступ не изменять. То есть вы меняете, то есть вы мне нажимаете, она меняется автоматически, и все, кто предыдущий получил эти ссылки и пользовался, и смотрел, все, им все отключается. То есть вы управляете аккаунтом, что или как хотите. То есть вот загружается просмотр фотокниги сверстанной, да, ну или в любом виде, да, и никаких элементов управления нет, ничего нельзя нажать и не используется. Да, это только просмотровый вариант. Вот как вот взяли, вот напечатали. Вот сняла, вид тебя касается, да? Ага. Если ты вот и лентом, опа, посмотрите. Да, 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 и ленту дали посмотри. Я обычно принтскрин делаю, чтобы не показывать фирму. Принтскрин. А в чем, если я вам вообще? Ну, а фотографии свадьбы-то только у вас? Ну, да, фотографии, имею в виду. Тогда можно и показать, в принципе, какая разница. И, конечно, письмо впечатляются, они могут еще выбрать, опять же, гумарно, я думаю, ребята будут об этом позже. А сейчас, наверное, нулька, сейчас свадебные фотографии дают, например, с айпадом. Разные свадьбы. Ну, 150 тысяч на свадьбу, да, конечно, можно. Я снял флешки, там, сбейте. Если дается, я с особенностью, 50 тысяч на айпадом. Айпад, вы покупаете через год. Зареза новая, айпад, да? Не ходь по новой. Заходите. Если еще, об отличие нас от других, то ни у одной больше компании нет одновременно двух типов печати. Обседной и фотографической. То есть вы можете здесь делать книгу, ну, в смысле, делать книги и такого качества, и такого, то есть вам не нужны разные подрядчики. Вот цены там от 600 рублей на книгу в мягкой обложке. Вы сейчас посмотрите. Ну, а все, да, вот Indigo, лазерная цифровая машина. Качество нормальное. Вот, посмотрите, все, как говорится, оценители. Тем более, что у нас в ближайшее время мы добавим ко всету разную бумагу. То есть фотобумага дает такое качество отсетной печати, что практически не отличается от мокрой печати. Да, мы покажем вам, продемонстрировали разные виды бумаги, там вот сейчас немного, но вот фотобумага, а то есть везде есть у нас. Да, фотобумага, а потом еще там несколько видов фактурной бумаги, то есть художественной бумаги, когда вы можете вообще делать книги, ну, то есть не на стандартную, гладкую, а специальную художественную бумагу. Теснерная, да, теснерная, да, металличная, металличная, ну, так сказать, там много разных бумаг. Просто у нас пока сейчас функционал не позволяет увеличить количество бумаги, ну, то есть разный, у нас пока один тип бумаг. Вот, мы введем возможность выбирать бумагу, и тогда у вас появится возможность разную бумагу в тот или иной формат выбирать разную бумагу. Ну, вот, теперь расскажем о самом редакторе. То есть, ну, если предварительно еще, то есть подготовка до редактора, закачка фотографий, ну, я думаю, что все знают, как закачивать фотографии в компьютер. То есть, включить функцию, выбрать на своем компьютере нужные фотографии, подготовленные, может, ну, то есть они могут быть подготовленные заранее, то есть разворот сверстанный в фотошопе, то есть все примочки, которые, конечно, мы не можем здесь повторить, то, что может сделать редактор специальный. То есть, у нас редактор сборочный, то есть это сделан редактор, чтобы собирать книгу, то есть чтобы вы могли в книге проводить некие определенные манипуляции. Мы их будем, конечно, расширять, вплоть до того, что это, как бы, даст возможность тем людям, которые не знакомы с фотошопом, ну, и которые не хотят с ним знакомиться, ну, расширить их возможности. Не просто фотографию подвинуть, покрутить там, подписать там фон, выбрать, ну, и еще дополнительные. В большей степени программы верстки. То есть фотошоп, не фотошоп, у нас, конечно, это не фотошоп, это верстка, то есть это сборка, то есть вы собираете. То есть есть картинки, да, есть картинки, есть ли вот с этими картинками можно делать некие манипуляции, вот, из них собирать. А здесь можно, допустим, самое, допустим, 40 фотографий сюда поместить. Да, пожалуйста. Ну, вот в этом альбоме у меня... На одну страницу. Можно иду, и 40 на одну страницу. А, на одну страницу, потому что там их можно уменьшать, да, здесь предел, вот, уменьшить. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот такие фотошопы, да, автор, например, у нас каталов, будем делать, выставить, и все-таки хочу сделать. Можно, но вы сами должны понимать, ну, понятно, что вы видите. Зачем, да. Здесь еще какой момент, вот, включили линейку. То есть вы можете на экране четко вывести тот размер, который будет в реале. В реале, то есть вот эта линейка, реально миллиметровая линейка, то есть так, сколько масштабов в реальности. Круто. Есть режим верстки без, можно убрать любую панель управления, если она мешает, в данном моменте нужна, да, тем самым расширить рабочее пространство. Ну, давай, про редактор теперь, как бы, поподробнее. Значит, когда загружается редактор, вы перед собой видите первый разворот, это обложка. Отличие верстки обложки от верстки разворота, ну, тут, как бы, физически ничем не отличается, но надо понимать, что разворот верстается так, как вы его увидите, раскрыв книжку. А обложка верстается, как, вроде бы вы книжку положили обложкой вверх, раскрыли, да, то есть, надо понимать, вот лицевая часть, вот задняя. У нас очень четко отлажена работа и система расчета толщины корешка. То есть, если вы здесь видите, вот они складки, да, можете нажать обрезанные поля, вот значит... Вам там до миллиметра они... Да, то есть, вот точно так вы книгу и получите. Ну, там плюс-минус миллиметр, никто не увидит. Вот, то есть, если вы начинаете добавлять новые-новые страницы, ширина корешка автоматически рассчитывается, динамически, да, в зависимости от количества страниц. То есть, вас это вообще не беспокойно. И вот, когда оформили книгу, вы потом еще раз глянули, так, ничего ли не уехало, все хорошо, да. И вот, как вот вы сейчас видите, да, то есть, делается по принципу визирик, да, в Одессе из Бутвиге. Как вы видите, так вы и получите эту обложку. На обложку, чтобы она есть? Нет, нет. Ну, по большому счету угодить сложно всем, да. То есть, пока так... Шаблоны, в принципе, рассчитывали для того, чтобы быстро, быстро верстать книгу. То есть, чтобы не выверять каждый миллиметр, там, ровно фотографии относительно краев, друг друга. Это для быстрой, ленивой сборки. Выбрал шаблон, накидал туда фотографии, и все, и поехал дальше. То есть, в принципе, книжку можно забрать, собрать за 20 минут. Вот реально. То есть, без преувеличения. Просто к обложке всегда подход индивидуальный, и наиболее кропотливая такая работа, и притязательная. Вопрос есть. Да, сейчас вы делаете только фото обложки, да? Да, только фото обложки. Пока так, ну... Просто не... Я объясню, значит, для того, чтобы делать обложки не только фото, но и любые другие, мы дописываем с функционалом. У нас у подрядчика, кто делает, все есть. То есть, есть кожа, есть материя, то есть, есть тиснение, то есть, все варианты, какие могут быть, они есть. У нас пока, когда мы создавали программу, ну, подписали, мы пока брали по минимуму, то есть, чтобы начать работать. То есть, взяли, взяли пока фото обложку. Следующим этапом у нас будут все обложки, какие вообще могут присниться. Это будет. В следующем. Медная. Пожалуйста. Деревянная. С листом медиа. Деревянная будет. Хотя маленький ремарчик, не забывайте сохранять. Да. А где сохранять? Наверху? Вот, наоборот, сохранить. В следующей редакции будет автосохранение. То есть, в принципе, каждый будет сохраняться автоматически. Есть риск потерять все действия. Если оборвался интернет, и долго вы в редакторе не сидите, потом открыли компьютер, начинаете что-то делать, может быть, это жирно. Да. Вот. Поэтому лучше регулярно сохраняться. Там оформили несколько раз, а сохранить. Вот. Значит, чем удобно для начинающих, для не начинающих, для новых пользователей? Тем, что, когда человек заходит на сайт, он еще не авторизован. Вот. Ну, то есть, не получил учетную запись, об этом ничего не знают, в принципе. Вот. Он заходит в форматы и цены. Я просто здесь уже авторизован, я попробую. Да не надо, не надо. Просто не обязательно авторизовываться до тех пор, пока вы не закажете книгу. Да. То есть, когда… Так, а как книга заказывается? Заказывается. Сейчас дойдем. Сейчас дойдем. Я пока расскажу про редактор. Давайте все по порядку. Вот. Значит, приступить к созданию фотокниги можно без регистрации. Человек выбирает там послание «Выбор формата». Там есть надпись «Начните делать свою фотокнигу». Вот. Выбор формата. Человек выбирает формат, знакомится с ценами, с типами фотокниг. Нравится, выбирает этот формат. Следующий шаг – загрузка фотографий. И следующий шаг – редактирование. Никто пока не просит его не регистрироваться, не авторизовываться, ничего.